Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами снова доктор Кравцев. И будем мы обсуждать сегодня очень интересного товарища, очень крутого ученого, как на мой взгляд. Это Кречмера и его труд, посвященный... Ну, на самом деле, как бы это все, наверное, станут относить к физиогномике, хотя, на мой взгляд, господин Кречмер, он, конечно, более глубоко на это смотрел, потому что больше оцениваются физиогномики, да, оценивались лица и форма лица. А вот Кречмер, ну, наверное, один из первых авторов тех далеких годов, это на минуточку, по-моему, вообще около 40-х годов, он стал описывать именно и телосложение. И телосложение, типы телосложения описывал Ганнушкин. А Ганнушкин, на минуточку, сейчас является до сих пор самым крутейшим, да, родоначальником российской психиатрии. И Ганнушкина никто не отменял. Суть в том, что господин Кречмер, надо отдать ему должное, вообще, если бы можно было клонировать великих людей, я бы, наверное, одного его из первых клонировал, потому что он там в каком-то описывает исследования, вы можете их скачать в каком-то диком подвале, какое-то там психиатрическое заведение, где там протекает крыша, где плохо работают лампочки, с великим трудом делал эти первые фотографии. Мечтал о том, что просто когда-то появится цветная фотография, и можно будет передать цвет лица тех пациентов, которых он фотографировал. Ребята, вот я все это читаю и понимаю, насколько мы сейчас изнежены, да, насколько мы сейчас все избалованы условиями. У нас абсолютно тепличные условия, при которых можно исследовать ту же физиогномику, но, к сожалению, ввиду многих обстоятельств мы этого не делаем. В том числе очень сильно влияет юридическая составляющая. То есть, если я даже потрачу время и деньги и сам что-то происследую, например, я просто недавно занялся этим вопросом, все равно нужно это делать на базе институтов, привлекать сторонних специалистов, чтобы, конечно, исключить подтасовывание исследований, да, каких-либо, потому что в современном обществе этого стало очень много. Вот, и чтобы, ну, доказать, доказательные были исследования, нужно какой-то сбор статистических данных, привлекать третьих лиц, что становится очень дорого. Кречмер, естественно, все это делал сам. И все исследования Кречмера, которые, соответственно, были, они, ну, сугубо его, то есть это сугубо его научный труд и его каких-то там, так скажем, сотрудников привлеченных, вот, ну, которые маломайские там ему как-то помогали. Почему физиогномику, да, то есть мы, ну, вот я, например, не посвящаю время на канале, почему мы ее признали в свое время псевдонаукой? С другой стороны, она до сих пор, если вы начнете ей пользоваться, может, создастся впечатление, что эта штука работает. Дело в том, что физиогномика, она, ну, как вам сказать, она и работает, и не работает одновременно. То есть это связано с тем, что он не мог учитывать, ну, допустим, те знания, которые у нас сформировались об изменении лица, как меняется лицо при териотоксикозе или гипосостояниях гипотириоза. То же самое не было описано, ну, вот у меня есть замечательный учебник детской эндокринологии, но он мне очень нравится, потому что там подробно описано, он старый, советский, Жуковского, вот, но там подробно описано все вот эти вот изменения лица, которые наступают в детстве из-за диабета, например, ну, из-за заболеваний щитаинной железы, других заболеваний, надпочечников, синдрома Юценко-Кушинга и так далее. И все эндокринные заболевания, они меняют лицо, меняют внешний вид, и, по сути, это все описано, и, по сути, это с какой-то точки зрения та же физиогномика, только мы здесь объясняем причину следственной связи. Мы говорим о том, что мы находим вот такие следы изменения лица, вот такие признаки, да, но не буду в этом видео подробно какие-то примеры приводить, ну, тут очень много, может быть, разных моментов, и мы, соответственно, на основе вот там нарушения, выявляем нарушение функции надпочечников, на этом основе мы выявляем сразу психиатрические акцентуации или психологические, да, которые возникли, ну, то же самое, или щитовидные железы, те же банальные состояния мании, гипомании, ну, к примеру, к примеру, как один из вариантов. Вот, очень часто бывает наблюдаем у пациентов с такими серьезными изменениями того же Юценко-Кушинга, что-то еще, можем наблюдать психиатрические заболевания, ну, шизофрению какую-то, не всегда, но часто бывает, и есть прямые ассоциации, и их очень много у нас с изменением гормонального фона, да, а это на минуточку гормоны, это и мозг, не забывайте, для тех, кто не знает, что, ну, самые главные гормоны, которые заставляют работать, ну, ваши там надпочечники, почки и заставляют работать поджелудочную, там, заставляют работать яички, да, яичники, они вырабатываются, ну, в мозге. Все начинается с мозга, мозг всем управляет. Поэтому эндокринология, это в том числе и про мозг. Вот, и почему мы отказались от физиогномики, там это не точно, то есть есть прям провалы, есть прям где промахивается физиогномика, и к ней куча, ну, вопросов возникает, да, то есть у кого-то формируется определенный темперамент по типу лица, у кого-то он не формируется. И чтобы это различать, нужно учитывать состояние костей, да, лица, когда это череп сформировал эту форму лица, когда это просто генетическая детерминированность, и тогда физиогномика не будет работать. А когда это сформировано, допустим, какой-то специфический отек, мы видим на лице, и мы говорим, что у человека нарушение там щитовидной железы, вот эти вот специфические щечки есть такие припухлые, даже у худых женщин, когда женщина худая, и у нее такой вот именно щеки такие появляются, вот, вы можете видеть, соответственно, ну, наблюдать это гипотириоз. Вот, у меня на некоторых видео, возможно, обращали такие внимание, вот щеки появляются, это вообще очень характерно, да, то есть когда не форма лица меняется вся, а вот эта вот окружность, у меня это связано с тем, что с возрастом у меня появилось набор аллергических разных реакций, и, соответственно, особенно на работе, когда там обрабатывается что-то, да, и постоянный контакт с какими-то веществами, иногда непонятно, что аллергия проявляется, вот, особенно этим летом было особенно тяжело, в Таиланде и в Дубае стало полегче, вот, когда я там был, вот. И получается, что, ну, это все влияет, понимаете, на оценку визуальную. Вот у человека аллергия, а вы его можете как-то неправильно трактовать, поэтому Кречмеру огромный респект за его труд, но, к сожалению, на сегодняшний момент вы, ну, не можете этим пользоваться с научной точки зрения, потому что это, конечно, все максимально просто устарело, то есть это ложный путь. Те же морщины, те же складки могут формироваться из-за дефицита гормона роста, совершенно разнейшим образом проявляться вот это вот каплеобразное, то, что он там описывает, соответственно, формирование у носа, то есть по совершенно разным причинам, то есть кто-то носит очки, кто-то не носит очки, кто-то имеет дефициты гормона роста и носит очки, кто-то не имеет дефициты гормона роста и не носит очки. Миллионы разных причин, почему может сложиться так или иначе по визуалу. И, ну, здесь проще оценивать это, если вы хотите оценить пациента, оценить человека, оценить весь его анамнез, отписать. тогда более-менее будет понятен этот путь. Или оценивать с точки зрения, если вы хотите, вот то, почему я начал снимать по профайлингу, по психотипам, потому что это эффективно, потому что мы обращаем внимание на то, как человек сам оделся, как он сам себе выбрал одежду, что он своей одеждой транслирует. Мы обращаем внимание на то, как человек разговаривает, какой у него тон голос, о чем он говорит, как он повествует, пытается он унизить собеседника, пытается он склонить собеседника на свою сторону, заставить что-то сделать, замкнут в общении или открыт. То есть мы анализируем непосредственно его поведение. Когда мы анализируем лицо, ничего не понятно. Как у Ганнушкина, по типу телосложения тоже было все нормально, даже когда, понимаете, не было такого пищевого изобилия. Эпилептоиды действительно, они несколько, очень часто попадаются, ширококосные и крупные. Но это те эпилептоиды, которых исследовал Ганнушкин. На сегодняшний день, фактически, с точки зрения того человека, тех людей, которые рождались, вот прям чистой генетики, генетически крупные, все остальные люди были, ну, гораздо меньше, да, особенно это все описалось в послевоенные времена и так далее. Сегодня пищевое изобилие, сегодня огромное количество людей с диабетами. И получается, что ты думаешь, я наступал на эти грабли, что это эпилептоид, а на самом деле он вообще какой-нибудь шизоид, нарцисс, там еще кто-то, по той причине, что, ну да, он крупный, он немножко какую-то такую вот из-за того, что он всю жизнь с диабетом прожил и чувствовал себя крупным, он немножко так эпилептоидность легкую может транслировать, как некую маску такую надевать, транслировать этот образ, выбрать себе образ эпилептоида, да, особенно если это истерик или нарцисс, то есть ему проще это транслировать, то есть проще себя с этим ассоцировать к какому-то человеку, который просто толстый, но считает себя таким брутальным, сильным. Бывают и мужчины, и женщины. Женщины, которые вот феминистки, обратите внимание, в интернете, они очень часто пытаются транслировать, ну, эпилептоидность фактически, они являются либо социопатками, либо шизоидками, то есть они не эпилептоидки нисколько, но они пытаются это транслировать. Вот, поэтому здесь может возникнуть путаница некая в, соответственно, вот таких вот вещах. И получается, что нам сложно упираться на сегодняшний день на типы телосложения и на визуальные составляющие лица, потому что мужчины очень часто используют вот то, о чем посвящен мой канал, стероиды, фармакологию, меняют свой тип телосложения до неузнаваемости. Соответственно, женщины очень часто закалывают себе лицо, и это может быть заметно, а может быть вообще незаметно. И возникает огромное количество врожденных заболеваний. Это может быть очевидно, это может быть неочевидно, наличие этих заболеваний. Все они формируют изменение структуры тела от лица до типа телосложения. И от типа поведения. Причем предсказать, в какую сторону произойдет толчок, ну, невозможно. То есть тот же отек может вызвать как аллергия, так и изменение функции надпочечников, так и изменение функции щитовидной железы. И описать это как-то в книжке, особенно для человека ненасмотренного, который не являлся студентом медицинских вузов, ну, это очень сложно. Там разница будет очень небольшая в этих всех отеках. Легкая отечность, у меня там возникает аллергия, да, это не классические квинки, это вот вылазят вот эти вот щеки. Даже у меня есть видео, где я там щекастый стою, у меня пресс, все. А щеки достаточно выражены по той причине, что, ну, тяжело с этим работать. И когда работаешь там с аллергией, кому интересно, я потом выложу, могу снять видеоролик, там и Осипова нужно сдавать, и множество других показателей. То есть аллергия – это крайне такая вообще иммунология, одна из сложнейших современных наук, потому что, опять же, в современной жизни мы сталкиваемся с огромным количеством химических веществ. И особенно если, как у меня, работа связана, да, с вдыханием, все это какие-то растворы, которыми все это обрабатывают, приходишь, ты уже хлоркой чем-то еще надышался там, вот. Непонятно чем, в процедурку зашел там свои какие-то испарения препаратов, чего угодно. И помелочи так или иначе может что-то вызывать, аллергические проявления. Вот, дорогие друзья, в общем-то, наверное, затянул я немножко свой монолог. Вот такое вот мое отношение. Все равно я восхищаюсь Кречмером, я восхищаюсь Ганнушкиным. Но, к сожалению, вот этот упор на типы телосложения и визуал, ну, на мой взгляд, сегодня уже в современном обществе не применим. Мы очень техногенные стали. Может быть, раньше это бы и, ну, когда люди почище были, да, в прямом смысле, это бы и получило какое-то свое развитие. Может быть. Но на сегодняшний день, имея все клинические данные, мы не можем на это упираться. Дорогие друзья, пишите ваши вопросы. Я безумно вам признателен за такие интересные вопросы. Самое все интересное я буду снимать, создавать. Ну, с вами был доктор Кравцев. Подписывайтесь на канал. Еще раз напомню про комментарии, еще раз напомню про лайки. И, конечно же, желаю вам здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok